Здравствуйте, друзья! Мы давно не делали то, что называется у нас на канале интервью с блогером. Как-то был период, у нас каждую неделю был по блогеру, потом блогеры что ли кончились, не знаю. В общем, у нас сегодня интервью с блогером. Блогера зовут Алексей. У него такое сокращенное АМН, типа Алексей Миннесота, да? Да нет, честно говоря, совсем нет, но очень похоже. На самом деле, да. Ну, в любом случае, здравствуйте, друзья! Мужчина все правильно сказал, Михаил все правильно сказал, меня зовут Леша. Хоть мне и говорят, хоть мне и пишут, говорят, Леша, тебе уже там 30 лет, ты уже можешь называться Алексеем. А я говорю, я до сих пор еще Леша, мне нравится. И это название, АМН USA, оно на самом деле пошло название канала из АМН. Это А, это Алексей, М, это первая буква нашей фамилии, Н, это Наталья и имя моей жены. И USA, как USA. То есть, МН, друзья, это не Миннесота? Это не Миннесота. Ну, это может быть там кто-то связывает с Миннесотой, но, к сожалению или к счастью, там это не так. Да. Значит, надо сказать, что Алексей как бы чем-то похож на нас в том смысле, что он какую-то американскую мечту показывает, которой у нас нет. У нас вот такая американская мечта, такая как бы больше, что-то надо учиться, там что-то учиться, опять учиться. Ну, или, скажем, может быть, не тому учиться. А есть люди такие, как бы больше они руками, там, не исключительно руками, но все-таки есть такие более прикладные. Вот они говорят, ну а вот я строитель, да? Вот Алексей строителем работает. И он как бы показывает путь, что можно и строителем. И я так посматривал издалека, потому что мне интересно было, что человек как бы очень быстро набрал обороты. Спасибо. Очень, там, подписчики и трафик. И я думаю, что такое вот надо рассказывать, чтобы было так много народу. У него больше, чем у нас. У меня там 165 тысяч подписчиков, у него там где-то уже к 200 подбирается. Ну да, скоро будем праздновать, да? Вот. И я думаю, а что, и почему быстро так? Вот. А он там про стройку, про какие-то там технологии строительные, и какой-то вот и дом вроде там построили, да? То есть можно жить, можно иметь дом, троих детей, и работать при этом на стройке. И вот есть какой-то такой прямой, ясный путь. И когда Алексей возник как-то в новом качестве, он говорит, а вот нельзя ли там у вас на тестеры выучиться? Я уже тогда понимал, что ему не простят многие, потому что он фактически бросил их посреди такого, ну как сказать, пути в светлое будущее. И самое интересное, что на самом деле, вот я об этом хотел поговорить, на самом деле путь, по которому вы идёте, он не менее ясный и понятный. То есть вы должны были бы поработать несколько лет, получить лицензию там какой-то или генерального контрактора, или какого-то артизанскую какую-то, я не знаю, по плитке, по электрике, я не знаю, по бетону, по крышам. И подбирать какой-то народ, собирать работу, и этот путь вы бы получали больше, чем не то что инженера, а там два инженера или три инженера. У нас вот тут мексиканцы есть, мультимиллионеры, которые на этом, на строительстве. И вдруг вы такую ясную, простую карьеру, которая как бы вам не простят, конечно, вы же не то, что вы только их, но вы как бы и сами относительно себя нелогично поступили. Что произошло-то? То есть что вам не работало, с чего вам не получить там лицензию контракторскую, что вам плохо-то? Ну, смотрите, наверное, нужно начать с того, что я ни разу не строитель, и это вообще очень серьезный парадокс, потому что я и сам из Беларуси. Мы из Беларуси прилетели сюда, в Беларуси я никогда не был строителем, конечно, в студенческие годы я там чего-то подрабатывал. Ну, как и все нормальные студенты, это нужно было. Либо когда там совсем было плохо, да, нужно было где-то поработать на стройке. Когда мы приехали в Америку, нужно было с чего-то начинать. Стоп, 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 а что делали тогда, скажите? Ну, если уж так прям далеко зайти, у меня есть образование, я закончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. Но когда я выпустился, оказалось, что место президента занято, и растет сменщик к президенту, поэтому места молодого специалиста, к сожалению, там не нашлось. Значит, пришлось работать просто не по профессии. И всегда хотелось как-то заниматься своими какими-то делами, свой бизнес. В итоге мы с партлером, с моим другом пришли к тому, что у нас было два магазина в интернете. Вот, одна точка розничной продажи, и, к сожалению, все это схлопнулось ввиду неблагоприятной экономической обстановки в Беларуси. Вот, и в очень скором времени после этого я уехал. То есть мы продали остатки бизнеса и разъехались. Вот, я уехал в Америку, партнер остался в Беларуси. А можно я вот спрошу так, как бы возвращаясь к тем временам? Вот, у меня такое восприятие в Беларуси как место, где люди более, может быть, консервативные, и как-то вот, ну и вообще как бы страна в целом. Да, она ближе к СССР, например, чем вот, скажем, какие-то взорвавшиеся в капиталистическом каком-то таком бандитском развитии другие места. Все-таки порядок, там есть начальник, там смотрящий, все есть. И люди относились к вам плохо от того, что у вас какой-то вот магазин. Например, это плохой человек, если у него магазин? Или наоборот, это говорит, вот смотри, молодец, у него магазин? Ну, вообще не знаю. Честно говоря, люди, которые вокруг меня находились, может быть, так получается, вокруг просто генерировать хороших людей, говорили хорошее. Так. Вот. И молодое поколение мое, и люди чуть постарше, конечно, они как бы смотрели и говорили там, ну... Вообще, я не знаю, мы особо не часто обсуждали такие моменты. Да мне кажется, в Беларуси много кто имеет какие-то дела, по крайней мере, может быть, вот мой круг такой был. Хорошо, в обществе нет такого восприятия, что если ты в бизнесе, то ты даешь взятки, ты не платишь налоги, ты фактически нарушаешь законы и ходишь под статьей. Если уж так по совести, то тебе бы надо в тюрьме было сидеть, просто ты не сидишь, потому что вот так, хотя должен был бы. Михаил, на самом деле хороший вопрос. Мне кажется, и хватает и тех людей, которые говорят, что там, украл, наворовал и не заплатил, или там, наоборот, принес там пакет или там взятку. А есть те, которые говорят, ну, да все нормально, класс, отлично, двигайся. Мне кажется, это определенный тренд, молодежь сейчас... Мне кажется, было какое-то время, когда люди вообще, вот молодежь не хотела работать. Вот просто они хотели иметь все, ничего не хотели за это делать. Потом, до тех, до кого дошло, что так не бывает, начали заниматься, на самом деле, какими-то делами и начали достигать каких-то успехов. И в России, Беларуси, Украина, Казахстан, везде. Власть не мешала, да? Не было такого, чтобы там вымогали чего-нибудь? Нет, ничего такого не было. На самом деле, мы были достаточно мелкими сошками, что называется. Я не думаю, что к нам можно было там сильно зацепиться. Если бы хотели уничтожить, уничтожили бы. Это понятно, там есть определенные рычаги, но на это, наверное, нужно нарваться в первую очередь. А вот такие мастодонты, как ИПАМ, кто там у вас еще есть, Белхард, вот эти мастодонты, они должны иметь поддержку на уровне государственном? Или они могут такими оборотами ворочать, и никто их там и не замечает, например? Не знаю, Михаил, вы знаете, если иметь поддержку со стороны государства, значит, нужно иметь перед государством какой-то должок. Если это обременит компанию по рукам и ногам, то не стоит туда залазить. Если мастодонты умеют сам справиться и имеют свой бюджет, я думаю, не стоит соваться. Его не пригончат из-за того, что он не хочет так вот, то есть можно жить? Не знаю, я не сталкиваюсь. Я слышал с таким, что есть такие рейдерские захваты какого-то рода, но они больше встречались не в Беларуси, конечно, а на территории СНГ встречаются, но в Беларуси как-то с этим более-менее тихо. Хорошо. Приехали вы в Америку. В лотерею выиграли? Нет, нет. У меня в Америке родители. Они граждане Америки. То есть вы соединились, долго ждали? Да. Я называю свою миграцию, она не геройская. То есть мы не прошли фуру с апельсинами через мексиканскую границу, или мы не прошли невероятные годы с судами, адвокатами, какими-то политическими вещами. Ничего такого не было. То есть, да, на самом деле, наша миграция, наша семья, это достаточно такой... Ну, может быть, долго играющий был процесс, да. Я уже сейчас особенностей таких не вспомню, помню, что долго. Поддержка какая-то на первое время, то есть вот есть, где чемодан поставить? Слушайте, ну, конечно, я же приехал к родителям, у нас было первое время, где жить. Что есть, на чём ездить, было с кем пообщаться, то есть какие-то вопросы решить, это просто классно. А вот такой вопрос. Значит, зная, что вы воссоединяетесь с родителями, это был, я так понимаю, вопрос такой, это вы уже были с женой, наверное, дети были, да? Это могло занять лет там и 12, и 14, я не знаю, сколько вас заняло. Ой, я не помню, по-моему, меньше-то заняло, не помню, не могу сейчас вспомнить точно, когда вся эта вообще... Всё-таки, то есть вы знали, что процесс идёт, он когда-то приедёт к чему-то. Вы знали английский более-менее в практическом плане, когда приехали? Нет, не особо. Честное слово, каюсь, это была одна из моих ошибок, которые допустил. Я не занялся усиленно изучением английского. Я думал, что вот моего английского, может быть, будет достаточно, а потом опять же я попаду в американскую среду и всё это подтяну. Промах по всем параметрам. Вот сразу говорю, это всё мимо. И сколько вы уже вот в Америке, когда приехали? Мы приехали в октябрь, в конец октября 2015 года, мы уже два с половиной года в Америке. А вот такой вопрос, вы, конечно, можете не говорить правду, но вы смотрели блогеров, может, вы нас смотрели? А что не отвечать правду? Конечно, смотрел. Вот, пожалуйста, дядя Миша, вот, мы сейчас общимся. Я смотрел из Минска, это же практические легенды, это очень интересно. И, конечно, я многих блогеров смотрел. Тогда была волна интересных, популярных одних блогеров, сейчас немножко других, но я и сейчас продолжаю иногда смотреть. Сейчас много стало. Раньше-то было там пять человек, а сейчас уж прямо вот выбирай. Знаешь, так, вот и вы, тем более... Хорошо, хорошо. Хорошо, ладно. Приехали вы. Так у вас, можно сказать, спешки особо и нет, но, с другой стороны, на родительской шее сидеть тоже не хочется. Сколько уже было деток в этот момент? У нас был только Эрик, один Эрик. И мы ещё пока не ждали, пока ещё мы не ждали ещё детей. Хорошо. У вас было... Сколько было Эрику? Эрику... Сколько же ему было-то? Ему буквально там 21-го числа, после завтра, ему будет шесть лет. О, поздравляем. Спасибо. Ему было что, три? Хорошо. Значит, вы приехали молодые, энергичные. Была мысль, чем заниматься до того? Какой-то план вообще был? Или думают, приеду, разберусь? Честное слово, может быть, какой-то план и был, но какой-то в голове... Когда ты приезжаешь туда, ты понимаешь, что весь твой план, он немножко не то, что ты себе представлял. Это правда. Потому что я знал какие-то информации, что-то от родителей знал, что-то знал от блогеров, но из других штатов, где немножечко что-то по-другому. И с одной стороны, все очень советовали, иди учись, а мне уже 30, практически было 30, мне сейчас 30. Чему учись? Ну, попробуй закончить колледж в Америке. Попробуй закончить колледж. Это просто безумцы какие-то. Я поражаюсь, откуда такие советчики берутся? Ну, советчиков много. В любом случае, мне кажется, ну, я посетал, то есть, это нужно брать курс, это нужно 4 года потратить туда, мне уже будет тогда 33, и я буду такой прям молодой-молодой специалист. Не, вы уж выйдете на пенсию и учитесь, все равно делать нечего, правильно? Так, а сейчас-то вы же как-то поработаете, что ж так? В колледж учись. Да, хорошо, в колледж, так. Ну, хорошо. То есть, плана, как вас в стройку занесло, давайте? Начнем с того, что у меня здесь в Америке так сложились обстоятельства друг моего детства, мы с ним прямо с ним с детства дружили, знаком были, и он давным-давно уехал в Штаты, и вот мы с ним здесь пересеклись. Он тоже в Миннесоте жил, зовут его Серега, мы с ним делали много видео, он и живет пока в Миннесоте, пока еще, да, подбирает для себя более теплый штат. И он работал на одной работе, а подрабатывал на стройке. Ну, так вот он как-то устроился на одну, а подрабатывал на другой, хотя вот у него, видимо, душа больше бежала к стройке. А на первой работе он был как водитель. И он говорит, Леша, ну, если хочешь, пошли со мной в электрике. То есть, работа строительная, понятное дело, но из всех строительных профессий прямо вот одна из самых таких очень неплохих. Это квалификации требует? Это на самом деле работа, где можно достичь высот известных? Это правда. Особенно, если потом еще пойти на коммерческие объекты. Не то, что там residential, а там, вот чего, это можно, фью, ё-моё. Это очень-очень серьезно. Ну, а, то есть, вы вспомнили школьный курс физики, закон ОМА. Ну, можно сказать и так, но на самом деле оказалось, что здесь гораздо все проще. Моя карьера началась с того, что я познакомился с работодателем, он оказался тоже русскоговорящий человек. И я ему сказал такую простую вещь, что, послушай, я в электрике знаю ничего. Вот, ну, откровенно. Если ты готов меня взять с ничего, я сяду себе просто на хвост, и в течение, там, месяца-два я буду, как губка, впитывать все, что знаешь ты, ты мне просто покажи. Он согласился. Мы согласились на какую-то минимальную оплату. И каждое утро я был у него в машине уже, то есть, я приезжал к нему дома, садился к нему в машину, и мы весь его рабочий день путешествовали мельче. Приезжали потом снова к нему домой, я садился в свою машину и уезжал домой. Я на самом деле даже и не знаю лучшего способа войти в профессию. То есть, то, что вы описываете, это абсолютно идеал. То есть, к этому даже добавить ничего нельзя. Вот сказать, а вот можно к этому, и чтоб ещё лучше? Я даже не представляю. То есть, вас выпистывали. Так. Слушайте, вы ему бутылку, что ли, поставьте, ну, после работы уже... А была договорённость какая-то, что вы обязуетесь там, ну, вот сколько-то отработать. Всё-таки он время на вас тратит. Вы говорили, ну, я там обязуюсь там сколько-то проработать. Нет, ничего такого не было. На самом деле, я был... Я старался быть... Есть такая, как бы, во мне пословица, делай то, что можешь, и делай ты хорошо. И, как бы, для себя я такой пункт выработал и имел успех, скажем так. То есть, я был тише травы, или там ниже травы, тише воды. Я вводил с собой постоянно блокнот, в который записывал всё то, что он говорил мне, или там докучал ему вопросами во время долгих переездов с объекта на объект. А когда была работа по объекту, я старался предугадать какие-то его действия, там, подать что-то в руки или понять... Давайте я вас спрошу. Я понимаю, что всё-таки вы, когда работаете на объекте, тем более, если это жилые дома, то вряд ли там есть опасность оказаться под напряжением. Ну, поскольку там как бы в целом дом не подключен, у вас есть, конечно, своя подключка контракторская для ваших работ, но не то, что весь объект в сети, но есть возможность вообще пострадать? Конечно, да. Всегда есть возможность пострадать. И причём можно не от своей руки пострадать, а от руки чужой, поэтому настройка всё-таки это зона риска определённая, потому что не только один электрик работает в данный момент в помещении. Может и палка по лбу прилететь, если так зазеваться. Ну, это... Ну, такое редко, на самом деле, случается. Я думаю, вы об этом тоже знаете. Но самому себе, когда жизнь в спорте, тоже можно. И в первую очередь из-за того, что там полениться, что-то проверить два раза или... Ну, вляпаться можно. Вы знаете, что? У меня в СССР где-то года в 23, а я часто ездил в Минск на завод промсвязь, там есть на подлесной улице, она сейчас как-то по-другому называется. Ну, связь там, какие там токи, знаете. У нас там 5 вольт, в основном, на микросхемах. Но, во всяком случае, так получилось, что в какой-то момент мне пришлось поехать на какой-то объект довольно хитрый. И... В общем, меня аттестовали на четвёртую категорию по технике безопасности. Самая высокая – это пятая. С четвёртой ты имеешь право руководить работами на линии. Для того, чтобы меня аттестовать, они прогнали меня через какой-то тренинг, через какую-то документацию, через какие-то... И я всё это сдал успешно и так далее. Но страх у меня остался до сих пор. То есть прошло 40 лет, и я так счастлив, что мне не пришлось, потому что там могут погибнуть люди. Там знаки такие, знаки сякие. Там посадят, но только что они расстреляют. Понимаешь? И я вот этот страх... Вот я сейчас, кажется, как думал, реактор работает, и там просто-просто замирает всё внутри. Михаил, но это, на самом деле, одна из причин, почему я всё-таки хотел бы от стройки отказаться. Дело в том, что это зона повышенного риска, и всё-таки, если даже не ударило током, всегда можно упасть с лестницы. И всегда мы будем скользнуться, разная погода мы работаем, и зима, и лето, и холодно, и тепло, и жарко, и всё бывает. А можно сказать, что Миннесота в целом сродни климатической Белоруссии? То есть болота, речки, леса, комары, люди добрые. Ну как-то вот оно похоже? Я хочу заметить, что люди больше в Миннесоте улыбаются, это факт, чем в Белоруссии. Всё-таки там немножко серость присутствует. А в плане погоды очень похоже. В Миннесоте вот этой зимой было там минус 36-38, то есть было очень холодно. По Цельсию. Где мы сейчас живём. По Цельсию, по Цельсию. Это что с Канадой ветром нанесло? Это что ж такое-то? Ну сейчас, наверное, да. Я думаю, именно из-за этого... Это в стране демократии, друзья. Такое творится. А вот пару дней назад было плюс 36, плюс 38%. То есть и влажность огромная. Разброс температуры очень такой серьёзный здесь, конечно. Если бы рядом с Канадой, рядом с Белоруссией была сверху Канада, и оттуда дуло, так уже и в Белоруссии было. Но вам-то дуют из Прибалтики там. Ну хорошо, ладно. Почему вы мысленно оказались в Киуэй? То есть вот работает сеть человек там, ну хорошо. И думает, ладно, надо сваливать, тут я ни разу не строитель, я мало ли там с лестницы упадёшь, строю детей. Хотя вот мотоцикл вроде бы решили, независимо от количества детей. Да, я смотрю, люди там переживают у вас на канале. Но всё-таки, что Киуэй-то? Вот что? Учились бы там Джао программировать? Или там я не знаю что? Смотрите, Михаил, наверное, корни всё-таки я бы ещё глубже заглянул. Когда я учился ещё в школе, ещё даже в средней школе до девятого класса, у нас очень мало было компьютеров в школе у кого-то из людей. Но я был один из тех людей, который устанавливал тогда уже Windows 95, например, 98. Это было вообще здорово, интересно. Я с головой, у меня, вот я вам серьёзно, у меня был лист бумаги А4 формата, который был расчерчен под клавиатуру. И я учился дома слепому печатанию на клавиатуре просто по листу бумаги. Я просто фанател всем этим. Это было на самом деле очень здорово и круто. Но, к сожалению, в девятом классе я попробовал поступить в один из... Нет, куда же? А, после одиннадцатого класса я попробовал поступить в программист. И я провалил какие-то там... У нас первый раз тогда в Беларуси, да, вот началась тема с ЦТ. Централизованное тестирование. Что-то там было непонятно, как это всё правильно было делать. То есть это было не экзамен, а вот централизованное тестирование. С какими-то баллами, с какими-то ацентами. Как в Америке. Да, я что-то там не добрал. Не добрал и решил, как бы, ладно. Думаю, может быть, не моё, хотя всю жизнь прям этим очень болело до этого. И у меня были несколько друзей, которые тогда уже были программистами, закончившие БГУ, Белорусский государственный университет. И я прям смотрел на них, и мне прям очень всё это нравилось. А у вас же там ещё этот радиотехнический, вот на той же Подлесной, где завод Промсвязь. Тоже очень достойное заведение такое в целом. Да, это БГУИР, да, Белорусский государственный университет радиоэлектроники, там что-то информатики, да. Как бы, хороший. Ну, к сожалению, вот так уж у меня свелась судьба меня с Академией. И я оказался экономист, менеджер государственного направления, экономика, вот такая у меня специальность. И, в общем-то, с одной стороны, я всё равно, я понял, что я развился как личность, всё равно я понял, что я получил какие-то знания, связи, интересные, знакомства. Опять же, у меня начал хорошо работать речевой мой аппарат, то есть я классно, мне кажется, могу излагать свои мысли, мне это нравится. И прямо там, может быть, это тоже подтолкнуло меня как-то вести канал и как-то его вытолкнуть как бы наружу. Вот, несмотря на всё это, всё равно внутри меня всегда сидело вот это умение, желание что-то делать именно с компьютером. И опять же, я считаю себя человеком определённого образа дотошным к качеству, к проверке. Вот, я сажусь в новую машину, я не могу, мне нужно нажать на все кнопки разом или не сразу, попробовать, что они там делают, что они делают. Ну, в этом что-то есть, что очень интересное. И я, в принципе, не боюсь определённого рода так называемой там монотонной работы. Да. Вот такие мысли поверили мне всё-таки вернуть в QA. Почему к вам? Тоже ещё вот такой сразу предупреждаю вопрос. Я наблюдаю за одним из блогов, блог Толстяка, и вот, значит, там ребята, кто-то из них, жена, да, будет. Да, да, да. Она решила попробовать. Я уж тоже тогда решил попробовать, но я опоздал в ту группу и, короче, в Толстяке. Она, по-моему, как-то, я боюсь соврать, но, по-моему, она ещё успела, пока училась, забеременеть. Да, они сейчас ждут ребёнка, насколько я знаю. Да, я, с одной стороны, я как дедушка, знаете, для меня ничего более светлого, чем деточка, нету. Вот, и я, в общем, безумно рад за неё, и за них обоих, на самом деле, потому что, когда проходит время, и ты уже старше становишься, когда становишься там и 40, и 45, и 50, и ты смотришь назад, и ты понимаешь, что если бы вот не они, так и вообще, что ты жил непонятно на свете на этом, понимаешь? Поэтому я как бы очень, ну, это очень трогательно, вот всё с детками и всё, но каждый раз, когда у меня человек учился, а работу не ищет или что-то, у меня как бы отняли что-то. Я говорю, как же, я уже, ну, и я уже, какие-то успех какой-то, вот, и раз у меня его поднимали, эх, ну, мы догоним, догоним, ничего страшного. Догоним, да, да. Вот, и я, на самом деле, за них ужасно рад, но, ну, ничего. На самом деле, когда деточка есть, появляется стимул зарабатывать тоже. Вот, а у меня двое, ну, как бы, у меня один постарше, и двое, я имею в виду, родились близнецы. Ну, не близнецы, двойняшки. Неожиданно. Это неожиданно было? Ну, как бы, ты всегда можешь этого ожидать, потому что вариант родиться двойняшек, это где-то один на три с половиной тысячи, даже если ты не помнишь ближайшего там бабушки или у дедушки, там кто-то был, не был. Тем не менее, мы там, когда у нас родились двойняшки, мы вспомнили, что там у моей жены, у бабушки где-то там в роду были двойняшки, и, может быть, вот это вот сюда прибежало. Хотя врач сказал, что, ну, вероятность того, что родятся двойняшки, это вот один на три с половиной тысячи, просто как счастливый билетик. Хорошо. Давайте теперь вернёмся. Ну, я понял. Кией всё-таки это легче поднять, чем, допустим, программирование. На самом деле, я не знаю, насколько вы вообще понимаете это, поскольку разный уровень понимания того, куда люди попали, когда они к нам попадают. Вот. Я когда слышу, вот там говорят, а вот можно было книжку прочитать, а можно вот то же самое узнать там в Википедии. Я думаю, господи, ты вот послушай наш курс на русском языке, это денег не стоит. Но они даже не понимают, о чём речь. Вот. Всё-таки, когда человека упаковали, когда его там резюме, референсы, когда с ним отработали рассказ о проектах, на которых он был. И там, ну, есть некий комплекс. Понимаете, когда, я не помню, я показывал в вашем классе там или нет, но когда ты идёшь, например, на тот же Dice Monster Career Builder, и ты своё резюме туда вывешиваешь. Значит, если ты делаешь то, что я тебе говорю, наши студенты тоже очень многие не делают. То есть, как бы им говорят, вот есть, но я же не могу составить, знаете, как есть американская пословица, что ты можешь привезти лошадь на водопой, но ты же не можешь составить её пить. То есть, ну и не надо. Ну, хочется, но хочется. Тоже есть похожая пословица, говорят, ты можешь открыть дверь, ты не можешь составить человека войти. Но, значит, разница в том, что или у тебя будет два звонка в неделю, или у тебя будет 15 звонков в день. Понимаешь, это же разница. Ну, надо сделать там пару хохмочек, и оно работает. Ну, тебе же никто не расскажет эти хохмочки. Я даже вот в нашем курсе на русском языке я рассказываю что-то, но я не могу всё рассказать, потому что если я всё расскажу, я как бы поступлю нечестно по отношению к тем, кто платит деньги, ходит в кластер, поэтому я что-то не рассказываю. То есть, я не расскажу так, чтобы они обошли наших, но они обойдут всех остальных. Поэтому, я почему говорю, что упаковка сама по себе, единственное, что стоит денег по-настоящему, это упаковка. Потому что всё остальное сегодня не стоит денег никаких. То есть, я не имею в виду, что вот обязательно должно быть как на Ютубе, там, пришёл бесплатно. Оно может стоить 15 долларов. Оно может стоить даже 50. Вот ты идёшь там, и Юдеми, и там какой-нибудь Код Академи, и там, господи, сколько их сейчас есть. Они все замечательные, я не хочу бросить камнем. Они идеальны абсолютно для того, чтобы самому учиться. Но они тебе не помогут самому найти работу. Вот там дальше ещё есть нечто, и вот это нечто, или оно есть, или его нет. И вот это единственное, за что деньги берут, на самом деле. Потому что всё остальное, то иди учись, на самом деле. Вот, поэтому... Ну, хорошо. Ладно, значит, эта часть понятная. А вас там как-то критиковали, там обиделись на вас. Вот я помню, вы как-то первый раз когда сказали, и у вас там в комментариях... У меня такое ощущение, что вы их чистите, потому что там очень мало руганья я обнаружил. Ну, чистите руганья. Нет, нет, я особо руганья не чищу. Я знаю, что мои же пользователи сами очень любят... Ну, хорошие мои подписчики. Они сами любят иногда пожаловаться на тех, кто пишет всякую ерунду. И откровенное что-то, да, я могу вычистить. И у нас есть на прямых эфирах модератор, который чистит чат. Но сами комментарии, то есть, я оставляю в покое, и они как-то очень так органически сами либо чистятся, либо добавляются. И для Google это хорошо, для моего канала это тоже хорошо. Может быть, мы должны сказать ребятам, они, может быть, не знают. Дело в том, что когда вы видите нехорошие комментарии, и вы на него жалуетесь, то при наборе некоторого незначительного количества жалоб, ну, как вы на него пожаловаться, да, оно автоматически уходит на модерацию. То есть, владелец канала, он смотрит, у него там окошечко написано, вот тут, на модерацию. А что это такое? И там весь мусор, на который люди пожаловались. Вот. И я обычно это всё просто, ну, я просматриваю, конечно, но я обычно удаляю, потому что там какие-то совсем гадостные вещи пишутся. Нет, нет. Вот. А вам не пишут, что вы еврей? Пишут. Ну, только я не знаю, где они во мне это увидели. А, это не... Я не знаю, почему вы знаете. Да, я вам скажу, потому что это такое общее, такое оверл, оверл. Такое, вот, зло. Допустим, может быть, совершенно русский человек, и в очках какой-нибудь, или там интеллигентный, и такой у него еврей. Ну, или там, у нас была девочка одна в КБ, я в Москве когда работал, совершенно русская девочка была. Она, правда, была замужем за евреем, но это никак на её внешности не сказалось. И она мне очень нравилась, такая симпатюля была, прелесть. Однажды она приходит вот с таким фингалом под глазом. И даже какая-то в негордость была при этом. Вот. А у нас такое место было, поскольку на работу особо не брали, у нас была лаборатория, 25 человек, 22 еврея. Смотрите. Вот как-то нас там собрали в этом ЦКБ, Министерство связи. И вот она приходит с таким фингалом. Ну, и рассказывает, что она проходила в подворотне, вечером возвращаясь с работы. И там был какой-то пьяный чувак, который сказал, ух, жидовская морда, и дал ей в глаз. И совершенно русский такой человек, но абсолютно славянской внешности. Понимаете, поэтому евреи это не связано ни с религией, ну, у этих людей, ни с религией, ни с внешним видом. Это связано, как бы сказать, вот со злом. Вот есть зло. Вот там, как раньше, бусурманин, бусурманин это зло. Или там лютеранин. Вот почитайте литературу там русскую, там 19 век, да, там лютеранин, бусурманин. Это вот некоторое такое описание зла. Интересно, они такие смешные. Людям нужны какие-то враги, людям нужны какие-то... По крайней мере, они с этого какие-то анекдоты слагают. Иногда эти анекдоты очень даже смешные. Поэтому... Да, бывают. Бывают очень смешные, да. Я иногда что-нибудь расскажу, мне жена говорит, не надо рассказывать. Я вот этот, говорит, не рассказывай. Потому что, говорит, тебя могут неправильно понять. Хотя, на самом деле, тебя неправильно поймут всегда. Ну, кто-то. Вопрос просто в том, на какую аудиторию ты вещаешь. Ты не можешь ничего сделать, чтобы быть правильно понятным. Первый раз я, когда выступал на большой аудитории, это мне было лет 25-26, я тогда методическими всякими исследованиями занимался. И я выступал на конференции педагогов, преподавателей машинописи и стенографии. И я им рассказывал там какие-то результаты наших исследований. И они заинтересованно слушали. Там было 400 человек. После чего, уже, ну там, когда я, наконец, понял, что до них дошло, а это происходило в частных разговорах, впоследствии и так далее, значит, может быть, пару человек поняли действительно, что я хотел сказать, но в основном половина не поняла вообще ничего, а вторая половина поняла превратно. И это еще хуже, потому что они говорят, вот он так сказал. Я говорю, боже, да как... Поэтому у вас... Половина... Ну, это нормально. Нормально, нормально, да. Они тебя любят при этом. Когда канал стал расти и перешагнул какую-то планку... Я не знаю, какая-то есть планка, когда канал-канал вырастает, и ты можешь сказать всего лишь одно слово, а его интерпретируют дважды по-разному. Ну, это нормально, потому что люди слушают по-разному. Каждого по два уха. Тут еще знаете, что происходит? Еще помимо количества подписчиков есть разный уровень активности. Вот я, например, завел второй канал, и у меня там, может быть, там еще нет 8 тысяч. Он такой, чисто, такой камерный. Я туда скидываю что-то, ну, просто чтобы не перегружать основной. Потому что я понимаю, что люди, которые смотрят основной, они не хотят там по 5 сюжетов в день. А здесь народ, который хочет. Есть такие тоже. И вот у меня там, допустим, где около 8 тысяч, там, может быть, видео смотрят там 2-3 тысячи человек. То есть это очень высокая отдача. Там 30 процентов, 25-30 процентов смотрят вот эти видео. А на этом канале, допустим, вроде бы 160 тысяч, но в среднем, ну, может быть, там, тысяч 6-7 смотрится. Там где-то 10, и 15, и 100 там тысяч. Но в основном вот так поток такой идет, ну, 6, ну, 7, ну, 8. Поэтому несоизмеримый уровень активности. Поэтому, а я даже поражаю, отчего вот они подписаны? Вот сейчас время люди приходят. А я вам скажу, их зацепила. Зацепила, конечно, картинка, превью, ролл, название. У вас же есть ролики, которые набрали очень много просмотров. Соответственно... Но они не отписываются? Чего они не отписываются? Постоянно, вот каждый день приходят люди, которые пишут мне, ой, что-то я вот там пару месяцев не заходил, что с вами стало, где же ваше лицо, где ваше тело, там, и так далее. А я в этом теле уже месяцев 5. Понимаешь? То есть приходят люди, которые 5-6 месяцев не заходили, может быть, они год не заходили. А мне нравится, я вот такой был. И сейчас не могу смотреть на то, что раньше было. Я как гляну, думаю, боже, какой кошмар. Еще вот тут такой был мужчина, такой прям, как арбуз лицо. Я думаю, боже. Ну, конечно, от этого груза избавиться хорошо. Я вот сейчас тоже немножко разгребусь делами с учебой, и у меня есть определенный... Я хочу это сделать тоже в виде проекта. Это было бы очень круто. Послушайте, а вот такой вопрос. Вот вы в вашей группе, я им сказал, потому что я на самом деле люблю, когда к моменту окончания уже там 3, 4, 5, 6, 10 человек уже работают, потому что это заводит остальных, и они понимают, что это можно. Потому что когда человек сам по себе, он в собственном соку, он слушает всякий негатив, и на него это влияет. И у меня уже человек, наверное, ну, наверное, с десяток. Вот из вашей группы уже резюме сделали. Поэтому давайте сделаем вам резюме, и что вы там прячетесь? Значит, у вас уже один... Я уже написал Кристине, и просто вот буквально вчера, вчера-позавчера это было, нужно было отправить ей рыбу резюме. То есть, ну, у меня есть набросок, мне нужно ей просто это выслать. Да. Не дошли руки. Значит, ситуация такая. Вы ей кидаете то, что у вас есть. Так? Отлично. Она сидит там в Москве и преобразует это в резюме QA. Вы не должны этого делать. Вы не должны из себя делать тестера. Вы должны дать ей, кто вы есть. Потому что после ее преобразования вы должны остаться собой. То есть, это должно быть вашей одежкой. Понимаете, вы не... Не то, что там... Да, да, да. Вот. Поэтому дальше оно приходит ко мне. И я его немножко... Я могу так пропустить, могу немножко полирнуть. В общем-то, я потратил довольно много времени на то, чтобы Кристину вывести на этот уровень, чтобы сэкономить свое время. То есть, она очень прилично это все делает. Иногда бывают какие-то там тонкости, я посматриваю. Но в основном, более-менее. После чего она вас натренировывает. Точнее, она принимает у вас тест, когда вы должны рассказать. Базовые вопросы. У нас есть страничка на веб-сайте, я не знаю, вам не давали или давали. Да, да, да. Есть, да, я знаю страничку. Да, страничка там, где вопросы для интервью. И вы должны их подготовить, там полтора-десятка. И она воспринимает, расскажи о себе, как попал в такие QA, как ты себя видишь через, не знаю, 3-4-5 лет. И у меня, кстати, видео на эту тему столько, на русском языке особенно. И, собственно, и все, и вы ей побежали. Дальше вы вешаете свое резюме, я просматриваю профайл, чтобы он вышел как надо. Потому что, я вам скажу, из 10 человек 9 делают так, что концов не найти вообще. Один из 10 делает не идеально, но более-менее. Тут еще только, что вы в таком месте находитесь, что как бы вы ни сделали, скорее всего, вы все равно будете хорошо находиться, просто там конкуренции нет. Да, 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 я посмотрел, у нас здесь прям место. Можно пробовать, нужно пробовать. Да, я вам скажу, первый человек, который был у меня из Миннесоты, был американцем. Его звали... Вылетело... Эндрю. Этот Эндрю, ему было лет 40. Он был американец, он был параллельно баптистским пристом. А вообще работал в техсаппорте. Но время такое было, что была безработица, и его вынесло из техсаппорта. И он два года, два года, тогда Обама продлевал вот это вот пособие по безработице, и вот он два года просидел, и за него платила говермент штата Миннесота. За него заплатил. Вот. И он, значит, этот... Хендерсон его звали. Эндрю, да, Хендерсон. И вот этот самый Хендерсон, он вообще не знал, что есть такая профессия. Но кто-то ему сказал, какие-то русские друзья там, или что, я не знаю, кто-то его к нам прислал. И когда он пошел искать работу, и первая его работа была на 40 долларов в час, он не мог прийти в себя, потому что он никогда в жизни... Прямо хорошо. Послушай, он никогда в жизни не получал таких денег. Самое главное, самое главное, он легко нашел бы эту работу, и два года назад тоже, если бы он знал, что есть такая профессия, и просто посылал бы свое резюме, потому что у него было много лет в техсаппорте. Это абсолютно технический человек. Это американец с прекрасным английским. Он большая умница в том смысле, что он соображает, он абсолютно вписывается в коллектив. Это просто золото. Человек вот обнять, поцеловать его и вот посадить в президиум. Он просто не знал, что есть такое дело. То есть, когда он смотрел на рынки, какие есть профессии, там есть какой-то, ну какой-то QA, и что у него, у него не кликало. Ну да, понятно, если не знаешь, что это так, то конечно. Да, ему даже сочинять ничего не надо было в этом его резюме. Ну то есть, конечно, я пересмотрел, что он там делал в саппорте, а саппорт на самом деле очень плотно работает с QA, и выполняет много функций, которые похожи на QA, и так далее. И тоже разбираются с разными случаями, ищут причины, и в баг-трекинг-систему могут что-то записать. Поэтому я его просто немножко так полирнул. Он вылетел сразу на 40 долларов, он не мог к себе прийти. После этого он уехал в Сиэтл на менеджерскую позицию. Он мне написал оттуда, и он мне сказал, Майкл говорит, я знаю у тебя видеоканал, я хочу выступить у тебя на канале, я хочу всё рассказать, чтобы люди знали, я никогда до него не доберусь. У меня уже несколько лет висит в списке людей, из которых надо записать. У меня Миннесота с этого началась. Это был первый человек. Потом ещё появились. Здорово, здорово. Но вам даже уезжать никуда не надо, на самом деле. Я знаю, что вы намылились там куда-то, но... А далеко до вас Миннеаполис? Миннеаполис? Да, от меня буквально там, наверное, 40 минут езды. Ну, я так далековато просто живу, просто домик у нас не очень близко к самой этой эре. Но это как бы небольшая беда. У нас скоростная трасса, здесь прям по одной... Во всяком случае, понимаете, самая серьёзная проблема в этом во всём, вот относительно других, это первая работа. Потому что когда у тебя вторая работа, третья там и так далее, господи, у нас вот тут, знаете, что бывает, ребята приезжают со всей страны. У нас за год там 6 групп из приездших. Каждая группа там, скажем, в среднем 25 человек. 150 человек приезжают из других штатов. И уезжать не хотят. Они тут передружились, понимаешь? Они там все выходные, они там у океана, они в горах, они там в баню, они там туда-сюда. Их отсюда не выгонишь. Вроде, бывают такие, что они снялись, поехали. Семья там или что-то. Или там тоскуют. Тоскуют. Вот как у нас Катюша, там канал есть такой, My Way in USA, такая сногсшибательная такая девочка-красавица. И вот она, она все переживает там по, откуда она приехала, там с Эскоста. Но пока здесь работает, вот, между прочим. И, значит, к чему я говорю, они уезжать не хотят. Хотя, те, кто уехал куда-нибудь, уже не важно куда, ну где они там были, или еще куда-то, где работа была, 6 месяцев. Через 6 месяцев они приезжают. Разница между 6 месяцев реального опыта и ноль реального. Ну, там, интерншип, там, компания была, там, пара-тройка месяцев. Это не то. Я понимаю. Это не то. Вот когда тебе платят, там, 30-35 долларов в час, когда тебя драют, там, по 12 часов в день, когда ты на ушах стоишь, там, сначала, чтобы не выгнали, потом, чтобы вообще понять, куда ты попал, потом, там, еще что. И через полгода они приезжают, и, во-первых, на нормальные деньги, во-вторых, их просто рвут на части. У нас сейчас, вы не понимаете, что творится? Вот у меня каждый день София, вот у нас есть женщина, она, так, одесской закалки, она устраивает их на интерншипы и так далее. Мы с вами сейчас говорим, там интервью идет у нас, конференц, он там интервью идет. У нас на этой неделе, 5 дней, 6 компаний интервьюируют. И она, она плачет, она говорит, Миша, мне некого послать, нет студентов. И она с ними все время торгуется, на следующей неделе, там, через 2 недели приходите, там, еще что-то, я говорю, что через 2 недели появится, ну, хотя бы там еще пару человек появится. Понимаете, в каком мы мире живем? То есть, это не значит, что они возьмут любого по факту того, что он движется, или у него тело теплое. Давайте он там производит, тепло выделяет, значит, работа свершается, там, физически. Нет, конечно, надо соответствовать. Но такого дурдома никогда не было. Вот как сейчас. Это хорошо. Это очень хорошо. Но что это значит? Если человек хоть что-то реально знает, вот он, допустим, отвечает на вопрос, и ты понимаешь, что он знает, а не то, что он вызубрил. Ну, просто адекватно, элементарно адекватно рассказывает. Так, 3 интервью, 3 оффера, понимаешь? На нормальные деньги берут. Ну, правда. Настолько несложно соответствовать. Даже у нас. Вот я всем говорю, у нас самый сложный рынок. И это правда. Для первой работы. Самый сложный рынок. Но если ты у нас хоть что-то знаешь, тебя порвут. Понимаешь? Ну, надо реально что-то знать. Вот полгода опыта, реального опыта, без дураков. Есть люди, вроде у него, знаешь, так вот он сидел на стуле, и можно сказать, что он реально сидел. И стул был реальный, и компания реальная, но он ничего не делал. Ну, конечно, так у него нет опыта. У нас был смешной случай, я его люблю рассказывать. Это было году, наверное, в 99-м, в 2000-м. У нас был такой интересный парень тут из Лос-Анджелса. Но он же такой возрастной был. Ему было года 33, может быть. Он там успел повоевать в Абхазии. Такой, знаете, да, был нетривиальный паренек. Он приехал, и он тут крышевал целую толпу, значит, Лос-Анджелевских таких детишек. Ну, там буквально 19-20 лет. Он у них такой заглавного был. Они снимали дом большой, они в этом доме там жили, такой комьюнити. Это было потрясающе совершенно. И вот он ищет первую работу. А в то время было много таких консалтингов, которые так набирали народ. И называлось он-бенч. То есть на скамейке запасных. Значит, его наняли и говорят, будешь сидеть он-бенч. В общем, сидишь дома и ждешь звонка. И платят ему 30 долларов в час, между прочим. Он сидит дома. Но он, понимаете, он полон сил. Он рвется в бой. Он должен показать пример молодежи. Там все дела. Он сидит. Проходит месяц, проходит второй, проходит третий. И он как бы нервничает. Деньги идут. Каждую неделю приходит чек. Значит, если бы он ко мне пришел и сказал бы, Миша, хоть они не доходят до меня. И сказал, Миша, что делать? Я бы сказал, ищешь вторую работу. И собираешь с двух мест. Ну, если уже они платят, то что ходить не надо. Логично. Логично. За это, может быть, евреев не любят. За то, что за логичность. Но он, понимаете, русский человек, без задней мысли, что он сделал? Вот поэтому в СССР жить было нельзя. Он пришел к ним в офис. И говорит, так когда же вы меня уже поставите на проект? Они глянули. Вы видели, что три месяца платят ему деньги. Он не равнился. Тут же его уволили. Вот тут он приходит ко мне. В этот момент, поздно немножко, приходит ко мне и говорит, а что делать-то? Он говорит, я вроде там три месяца был, ничего не делал. Вроде опыта никакого нет. Я говорю, ты знаешь как, у тебя теперь уже есть опыт. У тебя уже три года, три месяца настоящего опыта. Вот у тебя есть компания. Можно написать, допустим, референс. Ну, там есть наши ребята, они тебе дадут референс. И так далее, и так далее. Но у тебя есть пейстабы, у тебя есть документ, где написано, что ты работал и получал 30 долларов в час. Это же не то, что ты пришел и сказал. И он пошел, и тут же там на 40 нашел. С ним что-то такое произошло. Он говорит, а за что? Я говорю, как что? У тебя экспириенс появился. На бумаге. Но в сегодняшнем рынке мы все время мысленно уходим в интернет бум в 99-й, в 2000-й и сравниваем рынок тогда и рынок сейчас. Я хочу сказать, что такого, как сейчас, не было никогда. Конечно, сейчас тебя не посадят три месяца на бенч, чтобы тебя забыть. Ну, понятно. Но с точки зрения того, чтобы поить такого спроса, ну нет, ну, ну, сейчас просто золотое время. Но вам надо драпать на рынок. Вот сейчас то же самое, как, например, учить язык. Ты можешь ходить на курсы, но главное в это время чем-то быть занятым. Работать, я не знаю, там, волонтерствовать. Ну, конечно, можно и на курсы ходить. То же самое здесь. Ты можешь брать курсы, ты можешь учить еще и Python сверху, и Java, и Atomation, и Unix, и Shunix, и я не знаю, там, любую хрень. Но ты должен быть на рынке. Потому что пока ты не на рынке, у тебя все, что ты учишь, это хрень. А когда ты пошел на рынок, тебе вопрос задали, и ты не знал, что ответить, вот тогда ты учишь то, что надо. Конечно, вот это то, что нужно, да. Конечно, поэтому все здорово, но если ты выплеснешь ребенка и останется только тазик с водой, так ты сколько ни болтай эту воду, понимаешь, там уже ребенка-то нету. И вот этим ребенком в тазике как раз и является, вот скажем, в языке, быть в реальных каких-то, ну, в жизни, в поиске работы, быть на маркете. У нас, я иногда смотрю, вот там, ну, когда контролирую, что с резюме происходит, вдруг смотрю там, в Чикаго, высыпалось пять человек на рынок, там, за три дня я думаю, кто эти люди? Ну, это наши, но я говорю, а как они вдруг? Они же вроде полгода как закончили. А они полгода сидели и занимались. Они не были эти полгода на рынке, они доучивали, они переучивали, они повторяли. И вдруг они в какой-то момент решили пойти на рынок. Я даже не знаю, мне не сказали. Может, я бы что-нибудь в резюме поменял. Наверняка. В резюме портится. Это портящийся товар. Это, ну, надо, каждые пару-тройку месяцев надо пересматривать, смотреть. Ну, что ж так. И вот в жизни надо быть самое-самое-самое классное. Значит, давайте мы теперь к вашему... Что это за история, что вы куда-то собрались переезжать? Первая буква Ю, а последняя ТА. Или что там? Нет. Что это? Вообще очень прикольно, что один подписчик даже написал, что как минимум две точки, если есть штат Юта, а есть еще и Южная Дакота. Да, 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 я читал. И на самом деле мы разговариваем про Юту, про штат Юту. Да. Почему? Объясню. Значит, как по мне, во-первых, там менее холодная зима. И мне бы, честно говоря, вот пролетев полмира, да, или там целый мир, чтобы из Беларуси приехать в Америку и поселиться снова в этой холодной зиме, ну, я просто очень не хочу этого. Вот, это раз. Во-вторых, там все-таки не так влажно, как здесь, поэтому даже при всем при том, что летом температура там похожая, там чуть суше и как бы живется чуточку легче из-за этого. Вот, и еще из немаловажного, так как я все-таки навострил лыжи, что называется, на QA, про Юту сейчас говорят, как про не силиконную долину, а как некий такой... Шикарный, шикарный там. Начинающий, что-то очень интересное, какой-то рынок. Буберный. Я слышал, что у них с Калифорнией компания переезжают, переносят офисы, и я прям загорелся, мне стало это тоже очень интересно. Пару дней назад разговаривал с девочкой, их было две сестры, и они, кстати, были у нас на канале там какое-то время назад, но не суть. Было две сестры, и они с разной скоростью получали разрешение на работу. Обе учились одновременно, но одна уже получила, а вторая вот получила недавно совсем. И когда одна получила, у нас в Юте есть там свои ребята, которые периодически просят кого-то прислать, мало кто хочет в Юту, но вот они говорят, поедем куда угодно. Они западной Украины девчонки откуда-то, не помню. Типа Черновцов, вот где-то там. И они, две сестры, снялись туда, значит, та, которая с правом на работу, значит, работает, там наших много очень. Вот они так, они по цепочке, вот так, есть корешок, и к этому корешку, значит, туда доходят новые. Там очень хорошо, когда у тебя детки, и вот они очень любят, чтобы семейные были. Первая наша, которая туда попала, первая, она была месяцев, наверное, так, семь у неё было беременности. Это не то, что три, понимаете, это было как следует. Они не только ей не отказали, они так обрадовались. Она говорит, ой, там, она говорит, вас не смущает, она говорит, да ты что, говорит, куда же ты от нас уйдёшь, ты у нас теперь всю жизнь будешь работать. Говорит, давай, давай, говорит, рожай. Они очень такие, в этом смысле. Сестра её получила разрешение на работу и пыталась найти работу, и она говорит, катастрофа. Спрашивают, а где твои дети, вот ты пришла на интервью, а где твои дети? Она говорит, у меня нет пока, я ещё и не замужем даже. А они говорят, да. Знаешь, что-то как-то, а как же? То есть, что-то не то за девчонкой, понимаешь? Вот, ну, в общем, не знаю. Да, и она, кстати, вот, пару дней назад, я слушаю ваш разговор про погоду, она, она очень была недовольна. Но она не из Беларуси, она из, там, скажем, западной Украины, но она говорит, ой, там, такой климат, как-то вот ей там неважно пришлось, я не знаю. Но, это единственный, кто жаловался на климат. Те остальные, кого я знаю, они очень, очень были довольны. Они, знаете, что говорят, что очень низкий уровень влажности, что там чуть ли не 15%, и что... Вот это неплохо. А астма, там, типа, у всех там чуть ли не у каждого второго астматические какие-то синдромы. Вот. Да, есть свои минусы, есть свои плюсы, но попробуем. Но там действительно, там действительно хорошо с работой. Это маленький рынок. Знаете, вот есть маленькие рыночки, есть маленький рыночек Сакраменто, маленький рыночек Орландо, маленький рыночек, там, допустим, Сан-Диего. Это всё маленькие рыночки. Там, может быть, скажем, одновременно 20 позиций открытых. Скажем, вот тут за это же время, за тот же период времени будет, например, там 300. В Лос-Анджелесе будет 150. В Сан-Диего будет 20, в Сакраменто будет 18, в Майами будет, там, допустим, 20, в Орландо 20, в Тамбе 20, там, в Чикаго, там, может быть, там, не знаю, 120, в Нью-Йорке там 160. То есть, там всё-таки есть большие рынки, есть такие маленькие. Но если рыночек маленький, а там кроме вас всё равно никого нет. Ну, а там припеть. Понимаете, что, да, как бы весь рынок ваш. Но сейчас очень, знаете, что интересно? Они не любят сегодня разговаривать с людьми на местную позицию, которые не на местности. То есть, если ты хочешь сказать beauty, они же хотят, чтобы ты был прямо beauty. В общем, как бы сильно теряется интерес, когда человек где-то на стороне. Ну, не знаю, в общем, посмотрите. Посмотрите, Михаил, в любом случае, в планах поднять какой-то экспириенс. Как говорится, экспириенс, он приходит с опытом, и надо его поднять здесь, на месте, потому что я здесь на месте нахожусь. Вот. А далее, как бы мы попробуем, есть ведь компания, которая находится и здесь, и там. Ну, если даже и не так, всегда можно всё-таки, имея какой-то экспириенс, забросывать удочки в ту сторону, ну, как бы с намерением переехать. В любом случае, у меня есть профессия, которой я владею прямо руками. Я бы на вашем месте, я бы, конечно, поработал прямо вот в Миннесоте, так? Это не сложнее, чем найти работу в юте, ничуть. Поработал бы в Миннесоте полгодика, а может и годик. И дальше рванул бы куда угодно. С точки зрения того, чтобы иметь дом, иметь для детей школы хорошие, ну, вообще вот такое. Я бы посмотрел, например, на такие места, как Оранж Каунти, это на юг. Это между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, например. Там и школы классные, и климат обалденный, и океан недалеко, и работы завались. И в случае чего мексиканская граница недалеко там можно. Вот. Вот это одно из лучших мест, вот, я считаю, для жизни, для работы в стране. Но, конечно, можно абсолютно всюду. Жить, получать удовольствие. Я когда смотрю на наших там в Майами, это же вообще Атас. Вот он там в этом небоскрёбе работает, спустился, тут океан у него. Значит, там ресторанчик, он там чашечку кофе пьёт, там на водичку смотрит, туристы ходят. Это сказка какая-то. Надо пробовать. Это интересно. На самом деле, да. Америка, она огромная. Как оказалось, она просто огромная. И зафигнуться где-то на одном месте, пускать где-то глубоко корни, может иметь смысла. Ну, по крайней мере, пока молодой, и что-то рвёшься куда-то, хочется чего-то. Дети, школа, они всё-таки… Есть такое слово, как бы глагол, да. To appruit. Appruit вырвать с корнем. Вот они говорят, to appruit my children. Да, то есть, вот у них есть корни, они пустили корни вот где-то вот тут. И вдруг его appruit, и куда-то в другое место переехали, он тоже там заново. То есть, это как бы считается не очень хорошо. В отношении деток не очень хорошо. Ну, что сказать, американцы динамичны, они переезжают туда, где работа, туда, где opportunity, и так далее. Я думаю, что на самом деле, если бы вот люди, которые живут в тех местах, которые депрессивные сегодня, вот этот Rust Belt, где позакрывалось всё, позакрывалось. Вот мы когда ездили к Сергею с канала «Другая Америка», и вот по Мишигану, вы не понимаете, там слёзы текут. Ты смотришь, там вот городки один за другим, там 8, 10, 12 тысяч населения, даунтаун весь заколоченный, там кафешка работает, или пив-бар работает, и всё. Дома заколочены, просто как снесло это всё. Конечно, это очень грустно всё, но если бы эти люди, например, были динамичнее, столько всего. То есть, столько есть мест, где людей не хватает. У нас сегодня, вот я полгода назад заходил в класс, и там говорил, ну вот сколько, ребят, вот кто знает, сколько получает программист, там 5 лет опыта, там Python, JavaScript, там Java, там сколько получает программист. Они мне говорили, там, 150 тысяч. Сегодня это не так. Ну, то есть, наверное, кто-то из 130 получает, но в общем-то, сегодня есть люди, которых и нет 5 лет, а уже получают 220, понимаешь, и они стекаются сюда, и когда почитаешь, в каких условиях люди живут, они там снимают какой-то дом там на 5 человек, там у каждого комнатка отдельная есть и так далее, но очень дорого всё, но столько всего, понимаешь. И есть место, сейчас вообще по Америке с работой хорошо, но там последние года 3, например, уже очень-очень прилично, но если глянуть там Кремниевую долину какую-нибудь, или там Оранж-Каунти, или там Атланта-Джорджия, или там, ну, ну, буквально столько зон развивающих в Техасе полно. Ну, конечно, если ты сел и сидишь там в Вест-Вирджинии, и там у тебя дедушка на шахте, и папа на шахте, и все на шахте, и... А шахты уже 50 лет как умирают, их нельзя восстановить. Сначала комбайны вот эти пошли. Да-да. Ну, ну, как там, понимаешь, поэтому... Конечно, динамика, динамичное общество очень. Хорошо. А супруга можно... Что, 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 что раз? Супруга вас как поддерживает? Что там она говорит? Или она такая безмолвная, что муж скажет, то и... Это вообще, это моя вторая половинка настоящая, потому что, если бы не её поддержка, вообще, в моей жизни мало бы чего серьёзного такого случалось. Почему? Потому что во всех моих умных и безумных идеях она либо мой остужатор, либо мой, наоборот, подбадриватель. И она очень так всегда меня балансирует, потому что меня справа налево кто-то всегда заносит. Мы всегда начинаем с ней сесть, поговорить, но она меня, как правило, всегда 99%, если уж совсем что-то не катастрофическое, там, неинтересное, непонятное. Вы по гороскопу кто с женой? Прям всегда. Что-что? По гороскопу вы с супругой кто? Ой, прям вопросы. Ну, а чё? Я что-то особое не... Я никогда так гороскопы не листал. А, а то бывает. На нас, например, сходится, вот когда почитать. У меня жена тоже, она меня постоянно так как-то, так сказать, компенсирует, можно сказать. В принципе, когда теорию изучаешь вопросы, то пишут, что в браке лучше иметь человека, который тебя компенсирует, дополняет. А в дружбе, например, хорошо, когда человек типа тебя, вот он такой на одной волне. То есть, дружат с такими, а в браке должны дополнять. То есть, если два неугомонных, то вообще непонятно, что будет. Но она говорит, вот иди в тестер, или чё говорит? Да нет, нет. А как бы все решения какие-то взвешенные, я что-то приношу, какое-то предложение там. Опять же, ну, мне понравились какие-то идеи, и я ей сказал, что хочу, например, вот в этом, вот в этом попробовать себя. Вот мы себе теперь подумали, да, действительно, было бы неплохо. Вот она меня там... Она меня... Единственное, что меня всегда... Если я уже я взялся за что-то, вот она тогда принимает такую позицию, чтобы я это всё не оставлял, всегда меня немножко подтолкнуть. Несмотря на то, что даже у меня, допустим, есть и канал, почти 200 тысяч человек, но всегда же есть какой-нибудь комментарий, который тебе поможет опустить руки. И вот она как бы... Она комментарии не читает, я её от этого берегу, а она меня прям постоянно... Вот тебе камера в руки, всё, сегодня у тебя там час плюс времени, сними, пожалуйста, что-нибудь, потому что это прикольно. Люди ждут. Или там у тебя уроки, там, книжки мне какие-то заказала, в общем, должны сейчас прийти, там, тестирование. Я хочу, знаете, что сделать? Ладно. Давайте, может быть, скажем слово доброе в адрес наших зрителей, потому что, я хочу сказать, такого фана, такого кайфа, такой энергии, как от них получаешь, не купишь за деньги. То есть, вот, комментарий, какой-нибудь комментарий такой уходишь, целый день тебя колотит с этого комментария, ты не можешь успокоиться, то есть, просто... Так, удивительный народ, на самом деле. И как они... Да, я могу и так с утра, так, ну, читаешь, комментарий, какой-нибудь анекдотик, они любят мне ещё анекдоты какие-нибудь рассказать. Вот. Потому что я рассказываю тоже, так... Анекдотчик, антисоветчик. Ну, в общем, они мне какие-то анекдоты рассказывают, и я рассказываю. Бывают такие смешные, что просто, знаете, особенно вот я очень люблю анекдоты, которые настолько полны идиотизма, что уже сказать ничего нельзя. То есть, ты просто ржёшь, и не можешь остановиться, и... Ну, вот... Ну, я не знаю, ну, в качестве примера, такого слабенького, у меня сейчас такого сильного нет, но вот слабенький пример, например, там, булочка пригласила пирожка в гости. Значит, ну, и он... Нет, сейчас булочка пригласила... Сейчас булочка пригласила... Нет, кого-то она пригласила. Ну, допустим, бублик. Пусть будет бублик. Булочка пригласила бублика в гости. Значит, ну, и он... Звонок в дверь, она открывает, а там бублик и с ним пирожок. И она ему говорит, бублик, он говорит, я же тебя приглашала, а ты с пирожком пришёл. Тот говорит, да ты не боись, он же не сияет с ним, он с капустой. Знаешь, и вот... Ну, такой бред. Просто, что я не знаю. Да. Кто-то что-то придумал. Ну, необъяснимо. И они что-нибудь такое расскажут. Да, и... Совершенно другая жизнь какая-то, новое измерение в жизни. Я думаю, как люди жили-то без этого всего, правда? Там... Нет, это на самом деле очень здорово. И комментарии, и почта. У меня постоянно, каждый день приходит огромное количество писем. Я просто даже... Не то, чтобы отвечать, не всегда все прочитываю, а сколько в соцсетях у тебя висит. Я просто... Ну, это интересно, это очень здорово, это очень круто. Я говорю, вот прямой эфир, я для себя недавно их открыл, я не так давно, в принципе, мои эфиры делаю. Да. Но когда ты в течение часа собираешь вокруг себя 200-12 тысяч человек одновременно, ну, одновременно, пускай, там, тысячи-полторы присутствуют, но когда суммарно ты потом смотришь статистику, было 10 тысяч человек на стриме, вау, это просто что-то... И все из разных мест, и все свои мнения, у каждого есть свой вопрос. Кто-то тебя подколоть пришел, кто-то поражать с тобой пришел, кто-то просто порадовался, я делаю забор, все рады, я делаю забор. Кто-то говорит, Леша, ты что, в Америке никто забор не сделает? А я показываю нашу стройку, я не знаю, вы когда-нибудь видели нашу стройку или нет, но я когда стройку показываю, мне все время там говорят, тут неправильно, у нас таджики лучше делают, там, критицизм. Вас тоже там ругают, да? Конечно. И стримы, я вот тут был на семинаре, есть такая клиника доктора Гаврилова, значит, он там по диетам, но он сам психолог. И вот я был сейчас в Барселоне там на их тренинге с женой, и он вдруг там в какой-то момент спрашивает, ну вот когда стресс, когда уже вот жить не хочется, когда вот ну все плохо, вот что, как вы там, ну и там кто чего, кто в баньку пойдет, кто там с внуками там фан какой-то имеет, кто там, я не знаю, сготовит там что-нибудь диетическое и так далее. Он говорит, ну вот ты что делаешь? Я говорю, знаешь, поскольку блогер, то я просто нажимаю кнопку и иду в прямой эфир. Он говорит, и чего? Я говорю, совершенно забываешь о своих проблемах, абсолютно уходишь в какое-то другое измерение, где этих проблем нет, где у тебя все классно, где тебя любят, где ты просто набираешься вот этой энергии, ты забываешь обо всем. Он говорит, такого еще не слышал. Это круто. Это абсолютно, да, абсолютно круто. Поэтому, когда я собачку завел, мне там человек один говорит, это будет твой валидол. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, от сердца. Говорит, вот когда собачка, если она тебя там оближет, там пойдешь с ней погуляешь, и вот, а так, когда ты пойдешь погулять, а с собачкой ты неминуемо пойдешь погулять, вот это вместо валидола тебе. Так вот, канал и стримы особенно, это вместо валидола, это вместо дозы, которую ты себе колешь, вместо, там, ну, я никого и не нюхал. Это уже то, что ты не имеешь права на ошибку, ты не имеешь, не то чтобы права, да, ты можешь ошибиться и сделать что-то не совсем правильно, но хочется быть еще лучше, еще круче в этом плане. Поэтому, мне кажется, прямые эфиры, это просто находка для тех, кто себя развивает, невероятно. А вы политических тем не касаетесь? Вас не спрашивают что-нибудь такое политическое? Спрашивают, но политика это очень такая серьезная игра больших денег, и это немножко пустой звук, когда ребята на кухне, не важно, где они, в какой стране находятся, они расскажут что-то про политику. Мы можем, ну, можем попробовать, но я не очень люблю эти темы. Сейчас слово не очень люблю. Я не то, что я говорю, давай попробуем, я просто спрашиваю, как там у вас. Не, я имею в виду, я когда с подписчиком спрашиваю, я могу там слово, другое фразу отпустить какую-то, но не люблю, не люблю. Во-первых, потому что есть огромное количество подписчиков, которые любят страну, в которой они живут, Россию, Украину, Беларусь, безусловно. Я их уважаю в этом плане. И когда мы говорим, начинаем политическую тему, их это немножко задевает, потому что я здесь, говорю про проблемы, которые там, ага, тебе хорошо, ты уехал, или там, ну, ну, что-то в этом роде. А меня все время вовлекают в проблемы, которые там, а я даже не понимаю, о чем речь. Они говорят, как вы относитесь к Навальному? Как я отношу, а они, ну, я знаю, что есть какой-то человек, но я-то знаю об этом, я вообще ничего. Или, вот последнее там уже замучили, говорят, как вы относитесь к повышению пенсионного возраста? А как я должен относиться, почему я вообще должен как-то относиться? Ну, вот у меня пенсионный возраст шестьдесят шесть с половиной, вот у вас шестьдесят семь. Понимаете, это некоторая фиксированная величина, и мы как-то там к ней, разве я могу что-то поменять, там, или что-то? Я могу подбодрить, да? Допустим, человек переживает, я могу сказать, это ерунда, это ерунда, вот это действительно стоит, но ты можешь это сделать. Вот это я могу. А как вы относитесь к позднеру? Ох, вопрос. Как вы относитесь к позднеру? Это редко бывает, какая-то трансляция, чтобы я как-то не должен был отнестись к позднеру. Да ладно, каждый раз вам скажут об этом. У вас тоже, да? Я бы хотел с позднером поговорить, вот я так отношусь, я бы хотел с ним пообщаться, прям, мне нравится эта персона, и вот просто поговорить, задать вопрос, получить ответы. Я бы не хотел с ним говорить, потому что это люди, с которыми ты разговариваешь, и они не ведут честный разговор никогда. Они всегда, у них такое двойное дно, поэтому они тебя используют в разговоре. То же самое, как вот там, допустим, у них какие-то ток-шоу, там вот я смотрю, я как-то интервьюировал тут дяденьку одного, Гозман его, фамилия, вот этот Гозман, он когда-то был там в команде Тимура Гайдара, там и так далее. И вот он, я его вот пригласил, он так согласился, и я пошел посмотреть, что за человек, откуда, что чего. И я видел несколько сюжетов, я все время на первом канале, завод, приглашают, и мордует его просто самыми грязными, вообще, омерзительно. И я ему, когда уже, это не было в записи, я ему так уже, между нами, я ему говорю, а чего ты вот туда ходишь, вот они же, они же тебя просто, ну, он говорит, я хожу, говорит, я все знаю, наперед, говорит он, но я хожу, чтобы люди видели, что можно не бояться, что можно говорить то, что ты думаешь, там и так далее. У него есть какой-то свой, там, разговор, свое рассуждение, ну, я, я не знаю, поэтому относиться, как относиться к тем, кто профессионально разводит публику, я не хочу с ними разговаривать, а вот хотели бы с Путиным, поговорить, не хочу, и с Трампом не хочу, это, ну, зачем же, ну, у них своя, как-то, свадьба у нас своя. Ну, может быть и так, может быть, с другой стороны, вы знаете, на шоу это шоу, а есть еще такое, понять, как бэкстейдж, или там, понять такое, когда он просто человек, который прожил уже жизнь, и ты можешь ему задать, он, я уверен, он знает много классных анекдотов, я уверен, он знает много интересных случаев, и я с ним не интервью бы хотел запилить, а просто без записи, пообщаться. без записи другой разговор. Я вот с этой точки зрения исключить, потому что если мне дать текст, и если я должен провести какое-то интересное шоу, и у меня будет текст написан профессионалами, я тоже могу сделать такую работу. Другое дело, что это ведь будет матка, это будет у меня, это будет мой образ. Я понял, вы имели в виду неформально поболтать. Так неформально я бы и с Путиным поболтал, если ему, значит, какой-то интерес будет, но, знаете, очень интересный был для меня момент, такой неожиданный опыт, доктор Гаврилов Михаил Алексеевич, совершенно потрясающий мужик, но просто обалдеть. И я видел много сюжетов на ютубе с ним, но он на первом канале, там у Андрея Малахова, он там вел сериал, такой там люди худели на глазах, так сказать, у публики изумленные, он не факир, он так реально все это происходило, и он такой, как бы сказать, телевизионная персона, то есть он привык на камере, он туда-сюда, и мы так ходим, болтаем неформально, мы с ним сдружились очень, то есть я так, я почувствовал, что он ко мне очень хорошо относится, и так мне даже как-то неожиданно было, ну, неважно, в общем, совершенно очаровательный человек, и он мне обещал, что мы запишем с ним сюжет, для моего канала, и уже, когда уже совсем мы разъезжаемся, там, через полчаса уже мы все расходимся, и я говорю, ну, уже давай, значит, мы становимся там у каких-то цветочков, значит, я на него камеру наставляю, другой человек, вдруг он в какой-то образ такой входит, и становится точно такой же, как он на всех этих видео, понимаешь, «А где же мой, Михаил Алексеевич, я же его хотел показать?» Ну, когда ты чекаешь при должности, там, в образе, конечно, ну, что же, да, неформально, неформально, конечно, с каждым интересно поболтать, когда не на рекорд, а так. А еще, может быть, знаете, боясь камеры, вот я сегодня, я ждал нашего с вами разговора, я знаю, что это просто, просто такой небольшой будет разговор, небольшое интервью, мы ни о чем заранее не договорили, и я что-то так разволновался, как будто бы прямой эфир сейчас будет, надо будет смотреть миллион человек, но все равно это прикольно. У вас зрители это больше смотрят, у меня-то чего боятся, это у вас там народу, если к вам на трансляцию приходит 10 тысяч, то у меня на трансляции может быть там 2,5-3 тысячи во время трансляции, и еще за неделю доберется до 10 тысяч, с учетом тех, кто потом смотрит. Слушайте, в какое время вы транслируете? Я вообще привык и выбрал для себя такой график, я суббота или воскресенье, и я делаю это в рандомное время, почему? Потому что иногда я делаю утром, днем, вечером, чтобы меня смотрели разные люди, могли посмотреть разные мои подписчики. Они заранее, заранее знают время или нет? Да, я буквально за час, там за полтора часа, за два часа, или за 40 минут, или бывает просто за 10 минут, выкладываю небольшую такую картинку о том, что привет, ребята, через там, такое-то время, прямой эфир, кому интересно, там загляните. Я понял, у вас очень высокая активность людей, потому что, если я выйду в неожиданное время, то я не соберу, у меня обычно, так я когда смотрю, в зависимости от тематики, сезон, у меня еще сезонность, там грин-карт, лотерея, там розыгрыш, подача, вот, например, самый пик, это может быть 800, даже 1000 человек, но это редко, а так это может быть 650, когда футбол идет, это может быть 420, у меня сегодня с утра жена пошла, там, делать интервью, там, с психологом одним, а у нее, смотрят, что-то народа мало, а мне говорят, там сборная Российской Федерации играет, там, с Египтом. А, ну, конечно, куда нам, мы особо не потерялись. Ну, мы же не следим, там, нам-то вообще по фене, значит, но, наверное, в Москве сейчас фану много, там, я даже не знаю. Наверное. Я, собственно, скажу, честно говоря, в спорте футбола, но я знаю точно, что ребята на Российской Федерации Белоруссии играет? А, Белоруссии, ну, в чемпионате нет, но вообще играют, конечно, там есть какие-то команды неплохие, Батет, даже, например, я не знаю по поводу звания, я знаю, что они неплохо выбивались, но в этом чемпионате, по-моему, их нет. Нет, ну, хорошо. Так, я смотрю, что даже в США, на новостных сайтах, там, наверное, много нету на эту тему, но, так, по чуть-чуть какая-нибудь ссылочка, вот, что-нибудь пишут, англичане что-то там сыграли, или там Мексика там кого-то победила, то есть, на большой страничке, там, того же CNN, или там Bloomberg, или там, я на Фоксе редко смотрю, но там вот тут чуть-чуть есть, чуть-чуть есть, хотя это не американский такой спорт, и в общем. Да, да, как бы событие, как бы событие, вполне. Что-то такое, да. Ну, что же, хорошо, значит, рендомность, ну, я, если буду делать рендомно, у меня резко упадет количество просмотра живьем, хотя, еще раз, когда бывает настроение какое-то, или что-то, и ты идешь туда, и там рендомно, и там, в любое время я могу пойти, там, в 3 часа ночи, там, по Москве, и тоже какой-то народ собирается, неожиданно, знаете, или они на работе в это время сидят, ничего не делают, но в общем. Меня тоже бывает иногда смотрят люди, у них 4 утра, они меня смотрят, и я говорю, ребят, либо вы еще не ложились, либо как бы вы уже проснулись, а как бы суббота, воскресенье, даже не знаю почему, но народ смотрит. Слушайте, а давайте я вас спрошу, вот вы когда смотрели наши видео, так, мои видео, там, до приезда, после приезда, вот какие-то люди смотрят, и они говорят, это жулик. И я думаю, ну, может быть, они на любого посмотрят, и любой будет жулик. Может быть, это в целом, как бы, жулик, ну, потому что он в Америке, и там бизнес какой-то, понятно, что если в Америке, да и еще и евреи, не дай бог, так и 100% жулик. Не изгремутся. Кроме того, если в бизнесе, то разве бизнес бывает, чтобы не жулик? Ну, то есть, разве бывает бизнес честный? например, так. На всяком случае, я понимаю, что есть какие-то разные варианты, но, вот у вас не было ощущения, что что-то не так, что-то скрывается, не договаривается, слишком все хорошо получается, вот, какая реакция? Изначально, когда я смотрел из Минска еще, я смотрел просто как на блогера, я не смотрел на школу обучения, вот, когда, и нет, такой, не вызывал у меня таких, никаких эмоций. Когда я здесь приехал сюда, тоже смотрел еще как блогера какое-то время, когда я начал копать школу, конечно, хочется, помимо самих знаний, получить какие-то еще, какие-то кейсы увидеть людей, да, какие-то хорошие кейсы, плохие кейсы нужно увидеть, то есть мне неинтересно посмотреть человеку, который скажет, там, Портнов и его школа ерунда, и стоп, нажал на записи. И если говоришь, что школа ерунда, ты про себя немножко расскажешь, например, ты не прошел школу до конца, например, или там, не подал резюме, или мне два раза позвонили, два раза отказали, я не смог. Или если кейс платный, мне хотелось бы услышать о том, чтобы это, вот я прошел все, я такой умница молодец, три раза резюме отправил, мне прошел, но я не сдался, и вот мне кажется, этих кейсов не хватает на канале, хотя они должны были быть, но ощущение жулья не было. Люди, понимаете, которые не очень успешные, или скажем так, совсем не успешные, они не хотят выходить. Они, вот, значит, люди, которые успешные, тоже многие не хотят, люди боятся камеры, камеры боятся, не знаю почему, ну вот есть девочки, симпатичные девчонки, я где-то и хочется симпатичных, на камеру, стесняются, я не знаю, не все любят на камере. Насчет неуспешных кейсов, насчет жалоб, или так скажем, каких-то кто-то в претензии, там и так далее, они, понимаете как, я не помню, чтобы кто-то сказал, меня зовут там, Вася Сидоров, я прошел такой-то путь, и вот я считаю, что это плохо, потому что что-то там такое. Ну да, да, вот это он не знает, конечно. Как только, да, но как только Вася Сидоров, он это делает под псевдонимом, раз, он никогда не расскажет все, что там было. Совершенно верно. Если он скажет, что я Вася Сидоров, то я могу рассказать все остальное. Да, да, да. Есть деваха одна из Пакистана, она там написала где-то, там в соцсети, достаточно известной, она написала, что вот это там все для русских, там все, даже если ты самый труженик, там и так далее, значит, то вот возьмут не такого хорошего, как ты, а вот там возьмут русского, там у них все, она еще жаловалась, что она сначала была в таком эксайтменте, потому что думала, что сейчас научат, а оказалось, что это все на Википедии можно прочитать, в общем, тот случай. И вот эта женщина, Пакиза ее зовут, и вот эта Пакиза пошла на интерншип, и она говорит, что вот, она говорит, у меня был интерншип, но меня там не оставили, а оставили каких-то русских, а меня, знаешь, да, а мне даже там звонки не возвращали, что бред полный. Но, что было на интерншипе? Была компания шикарная. Компания сказала, дайте нам три человека, мы хотим троих нанять. Дайте нам троих, мы всех хотим нанять на работу. Это было, там, на два месяца интерншип, там, платили там 15 баксов, это не важно, ну, в общем, Пакиза ходила через день, она не ходила каждый. Но, мало того, что она ходила не каждый, она когда ходила, она приходила на два часа позже, и уходила на два часа раньше. То есть, она приходила, вот буквально, там несколько дней в неделю, вот менеджер идет, который сейчас интервью проводил, да, и вот, значит, он много лет нас берет, американец, и, ну, тут менеджер трясся от нее, он просто, его колотило, когда он о ней говорил, он жаловался, София, его колотило. в итоге, она пишет свою историю, в этой истории, она говорит, что даже если ты более способный, более трудолюбивый, у тебя больше коммитмента, коммитмент, понимаешь, то есть, ее коммитмент равен нулю, хотя, я сказал, что нуль, это комплимент, потому что у нее коммитмент просто чудовищно негативный, но, она говорит, вот даже когда ты такой идеальный, да, так они все равно какого-то русского берут, они хотели нанять всех, но от нее колотило менеджера, и вот по кейзу, значит, это все, я не могу это рассказывать в соцсети, потому что у меня есть некоторая этика профессиональная, которая мне не позволяет про людей публично, где-то там, вот там, вот, ну, не положено, но я могу рассказать без имени, я могу, я, поэтому человек не называет имени, если он имеет кейс реальный, о чем он мог бы пожаловаться, и многие люди могли бы о чем-то пожаловаться, я бы сказал, а не право, вот вышло так, конечно, без этого никак, но, они не жалуются, они понимают, что мы то, что могли, мы сделали, но, когда он что-то пишет такое, а он не может, я не говорю о том, что нас заказывали, и, как бы, 90% негатива, который можете про нас прочитать, он заказной, мы знаем, кто заказывал, мы знаем, кто заказывал, мы знаем, кто исполнял, это тоже все как бы известно, они потом задним числом рассказывали об этом, что вот так, мол, получилось, но, оно до сих пор висит там, понимаете, при всем при этом, у нас рейтинги там выше, чем у Стэнфорда, вот, используйте, но, ну да, я на самом деле, из этого всего, я понимаю, что не хватает таких, как бы, вот этих вот историй, но, это сложно, вот так же, как говорят, дайте мне истории с, политическим убежищем, никто не расскажет, ни один, ни один человек тебе не расскажет, не потому, что, допустим, там что-то, а потому, что полно идиотов, которые начнут его историю пересказывать, будет как у Швейка, там, знаете, как одного отпустили от армии, да, и дальше все начали, все истории его записали, и пошли с этой историей, а им Клистер, понимаете, но в данном случае, в данном случае, не только им Клистер, еще того вызовут, и решат гражданство, и всех дел, поэтому нельзя рассказывать никому. Так, купить в этом случае нельзя, абсолютно, конечно. То же самое, то же самое, поэтому, они, они не очень хотят, но, но еще раз, у нас официальная вот статистика, там на сайте висит на школе, там 70 процентов, и мы должны это уложить, там, в 6 месяцев после окончания, допустим, если он через год пришел и говорит, ребята, я сейчас быстренько доучусь и пойду, и то часто бывает, это уже в статистику не попадает, кроме того, у нас есть существенный процент, ну, скажем, 15, там, 20 процентов людей, которые мы не знаем, где они. То есть, он закончил, ну, не отзывается, то есть, он может быть есть, но мы имел шлем, не отзывается, звоним, не возвращает. Иногда бывает телефон отключен, ну, что я могу сказать. Поэтому, из них, может быть, тоже половина вполне в порядке, но мы не знаем, мы по правилам, там, это все очень государством регулируется, не понимаете, как нас за это имеют, и так далее, в общем. Мы сейчас разбираемся, вот, видите, у меня на столе лежит, там, из компетентных органов, значит, заява, там, тетка, значит, тест не сдала, она такой, как бы, афроамериканского такого происхождения, и вот она, значит, жалуется, что она не сдала, то есть, мы ей не приняли этот тест, потому что, это самое, она, ну, не того происхождения, то есть, она говорит, что у них привилегированные, русские индусы, представляешь, как, русские индусы, еще индусы, то есть, мало того, что русские, уже индусы тоже, и, а у нее история алкоголизма хронического, она несколько раз уходила в запой, выпадала из школы, и так далее, и так далее, и мы как-то вот шли навстречу, и кончилось тем, что вот, вот я сижу, значит, мы сейчас должны вот с этим разбираться, поэтому, Михаил, что я хочу сказать, я являюсь, у нас через 15 минут урок, да, да, я будем сейчас ворачиваться, я просто хочу сказать, что я являюсь, на самом деле, уже виновником, если можно так сказать, судьбах людей, которые решили приехать в Америку, и нескольких, нескольких таких семей, я уже знаю здесь, которые откровенно пишут, Леша, мы приехали, потому что ты сказал, что здесь вот так, вот так, и это оказалось правдой, в конце концов. Но никто не говорит, что вот мы из-за тебя пострадали? Нет, пока никто не говорит, потому что, но нет повода, нет повода. А сейчас я нахожусь в школе Портнова, нахожусь, как бы, во-первых, на заочном обучении, это предподожмевает очень мощный движ со стороны меня, вот, соответственно, я все свои шаги, я на канале делюсь, о том, что да, я учусь, так и так, дальше пойду на собеседование, я, конечно, скорее всего, мне не дадут снимать во время собеседования, и более того, выкладывать какие-то аудиодорожки тоже нехорошо, и, если... нет, что вы, что вы, но вы можете рассказать. конечно. И вот это вот живые примеры, поэтому, если у вас будут ребята, блогеры, которые даже с плохой историей, ну, вдруг не получилось, это все реальные кейсы, люди это любят, мне кажется, классно работают. Я бы, знаете, что вам сказал, давайте вот что сделаем, давайте запишем разбор интервью, вот, вы пошли на интервью, значит, вы записываете вопросы, которые вам задали, так, и мы смотрим, что вы им рассказали. За вынесением, за скобки, каких-то деталей, которые, может быть, широкой публике знать не надо, но по существу вопроса, потому что люди не специально, но они себя хоронят, они что-то такое говорят, и... Кроме того, есть вопрос еще вот какой, не то, что вот вас не взяли, например, потому что вы плохой, ну, там было три человека, взяли другого. Ну, я понимаю, что вы сказали. Да, но, может быть, вы отлично, это самое сделаете, может быть, вы сделали лучше, чем в прошлый раз, и вы победитель, потому что вы над собой поднялись. Это, может быть, не привело к офферу, но вы все равно победили в этой ситуации, поэтому мы можем просто ходить за вашими интервью. Мы можем, например, сделать так, когда у вас наберется 10 звонков от рекрутера, 10, но вы после каждого звонка записываете вопрос, и желательно ответы тоже. Значит, вы записали 10 вопросов, 10 ответов. После этого мы садимся, так, и записываем, как вы ответили, то есть, что спросили, как ответили, там столько тонкостей, тоненьких, таких вроде так, вроде и ничего, и человек может испугаться, человек может, я не знаю, там, что угодно может произойти, поэтому оно неплохо, так, немножечко такое, подразобраться. Можем так, это живое шоу, тогда пусть у вас, тогда висит. Это будет шоу, да, это будет интересно, и буду платить по счетам за свой не очень хороший английский, хотя я очень старательно сейчас его подтягиваю, буду платить по счетам, если где-то не доучил, в любом случае, это будет шоу, это будет интересно, и в конце концов, это ведь живое шоу. Вы не можете проиграть. Каждое интервью, каждый разговор, вы имеете навар, это опыт, вы оттачиваете свой английский вот в этом направлении, а другого вам и не надо, вы повышаете свою вот эту маркетабилити, и вы можете, у вас каждый, вы только выигрываете, у вас чистый плюс. То есть, конечно, со стороны, когда люди смотрят, а результат где? Ну, послушай, результат носит накопительный характер. Бывает, что сразу результат, вот я могу сказать по статистике, ну, в онлайне мне сложнее учет вести, но вот здесь, на кампусе, я могу сказать, каждый третий получает работу с одного интервью. Всего с одного. Процентом... Ну, что делать? Что делать? Специально портить мы не будем. И еще, это самое, каждый процентов 90 получит работу с трех интервью, больше трех не надо. редко кому нужно больше трех интервью. Ну, а бывает, знаете, какой классный, вот такой, 10 интервью. А бывает вообще такой, думаешь, что там, одно интервью, там, или два интервью, два офера. Тоже бывает. Это такое. Это люди, в любом случае, это живые люди. Вы можете сделать шикарное, вы можете сделать шикарное шоу, но именно вот разговоры, мы можем разбирать разговоры с рекрутерами, причем, не только там, где вас законфьюзили чем-то, а даже там, где вам казалось бы, что абсолютно ясный разговор, все равно пишите. Потому что, вам может быть не сказали, вы может быть вы не почувствовали, но там есть над чем работать. Давайте сделаем шикарное вещь полезное будет. Я думаю, да, я думаю, будет очень, по крайней мере, это уникально для интернета, для нашего язычного ютюба, это будет уникально. Хорошо, тогда делаем так, я двигаюсь в класс, у нас урок сейчас начнется. Да, 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 подъяснил мне тоже поступать. Сегодня вторник? Вторник. У нас Лариса ведет автоматизацию третий урок. Все, значит, мы тогда с вами прощаемся, всем, кто нас слушает, большой привет, и Алексею привет, мы тут с ним протрепались какое-то время, но, в общем, до скорой встречи, мы не прощаемся. Конечно, конечно, Михаил, спасибо. Давайте, счастливо, счастливо. До свидания.